Всем привет! Меня зовут Уэл, и вы смотрите «Шекспир плачет. Вопросы и ответы». Сегодня мы посмотрим 10-12 вопросов, которые вы написали к разным нашим видео. Извините заранее, если я запутаюсь, какое это было видео. У нас уже больше 50 видео опубликованы. И это огромное спасибо нашим спонсорам на сайте sponsor.ru, которые помогают с деньгами, делают все это возможным. Если вы хотите нас помочь, то, пожалуйста, сайт спонсору Shakespeare is in tears. Шекспир плачет. Итак, Марина Суворова написала. Уильям, если вас не затруднить, очень хотелось бы разобраться с вопросом по поводу Love of Family. Это был из одного из трейлеров, по-моему, «Форсаж». И мы объяснили, что перевод «Любовь семьи» был неправильным, как перевод Love of Family. В чем тут вопрос? Есть love, любовь. Есть love of и потом что-то или кого-то. И в зависимости немножко от грамматики это меняется. От там любви к чему-то и до любви полученного от кого-то. В данный случай Love of Family можно понять, если заменить слово Family на что-то другое. Например, Love of Salami. Соответственно, мы понимаем сразу, что салами, то есть колбаса, ну никак не может любить человека. Человек может зато любить колбасу. Соответственно, Его любовь к колбасу стала его концом, скажем так. Потому что он ожирел сильно и у него были проблемы с сердцем. Если бы это было, то есть, ну, учитывая этот пример, ну, невозможно сказать, что Love of Family, это значит, что семья тебя любит. Здесь речь о том, что он любил свою семью и не наоборот. Соответственно, и это можно заменить на что угодно. His love of alcohol was his downfall. His love of women was his downfall. Ну и так далее. Александр Вислов пишет. Уважаемый Уильям, подскажите происхождение фразы про запах напальма по утрам. Ну, вкратце, это с фильма Apocalypse Now. Это, конечно же, ужаснейшая фраза, которую можно произнести и произнесен таким красношием. Redneck. Что, конечно, это просто отвратительно. О чем речь? Вообще, эта фраза, конечно, не то, что часто используется, но можно использовать вполне себе безобидный вариант. I love the smell of coffee in the morning. Допустим. I love the smell of toast in the morning. А тут он просто это менял на напалм. Напалм, кто не знает, был один из оружий, которое американцев использовали против вьетнамские бойцы, и, видимо, тоже народ, во время войны там. Это были бомбы, наполненные горючей смесью, которая тоже прилипала к вещам. Соответственно, как он вырывался, это все начало гореть и прилип к всему вокруг. То есть ты не просто получил от взрыв бомбы огонь, скажем так, ожоги, а на самом деле на тебе прилип этот смесь и продолжал гореть. Ужас, что люди друг с другом делают. Соответственно, оттуда и фраза I love the smell of night, I'm in the morning. Вадим Иванов. Уэл, я близорок, смотрю с телефона вплотную, затем, зачем вы на 5.28 мне пальцем в глаз кнули? Это как-то недостойно, джентльмена. Вадим, извините, пожалуйста, я не знал, как вы там смотрите и так далее. Буду иметь в виду на будущее. Только это, осторожно там. Ха-ха-ха. Садист я, да. Евгения Аввинова. Аввинова. Аввино. Аввинова. Ах, это ударение. Отдайте, продайте мне пельменицу. Евгения, во-первых, я не уверен все-таки, все еще, что это пельменица. Я думаю, что это запчасть от мини-ядерный реактор, установка. Но все-таки, если пельменица, то нужно будет у жены спросить. Все-таки это дом и, соответственно, предметы ее бабушки с дедушкой. Она сейчас активно распродает все на Авито, так что, возможно, и пельменицу готова отдать. Панчо Вилла пишет. Дорогой мистер Уильям Хакет Джонс, скажите, кого вы там шугаете, отгоняете с правой стороны. Очень интересно узнать. Действительно, я отгонял. У меня тут микрофон. Говорили мне, что без микрофона звук плохой. Я взял микрофон. Как только сел записывать видео, это был один из видео в саду, очень-очень шумно стали шуметь. Как они называются? Гросс опыта, эти кузнечники. И либо, не знаю, наш звукорежиссер приглушил их звук, либо мой этот, как я их отогнал, работал, и они немножко заткнулись на какое-то время. Но это было прямо мне, сидя там, очень шумно. Марк Балдырев, 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 Бал... Марк, привет. Простите, вы что, прикаливаетесь? Ну, вкратце, Марк, обычно да. Какому это было видео, я не знаю. Но если вам так кажется, то обычно да. Если вы про предметы милой советской старины, то в основном нет. На самом деле, я не знал, для чего это все. Пельменицу я не знал, не видел в своей жизни. Карамысло, конечно, ну, когда-то видел в картинках, но чтобы он висел дома у человека в 21 веке, я не видел. И другие предметы, действительно, в основном не знал, что это там штука для рубки капусты. Чтобы в величайшей капусты был свой станок для рубки, это тоже новость мне. Так что нет, в основном не прикалывался там. Марс 9 пишет. Про пиджак с отливом уже шутили? Если нет, то чур, я первый. Марс, не знаю, что у вас, чем вас не устраивает мой пиджак с отливом. Он нашелся тоже в чердаке там, в этом доме. И, по-моему, вполне себе рабочий вариант для деревенского офисного человека. Но и все-таки дайте шутку. А то тут сидим чурвы-то чурли, а мы сидим без шуток. Константин Морозов. Чего ты такой тролль был? Ну, это впервые. Ладно. Причем здесь советский быт. Из советского здесь только книжка, но и пельменица. Так как серийное производство, скорее всего. Ну, вообще, я, конечно, не большой знаток антиквариата, но почти все, что там нашелся, был произведен в советские времена. Может быть, конечно, они существуют дольше, но все это произведен в советские времена. Чем он тогда не советского быта? Извините, объясните. Спасибо. Дмитрий Тихомиров. Деревянная корыта для рубки капусты, кромысл и ухват для вынимания из духовки в сковород – это не предмет советского быта, это предметы появились задолго до 17-го года. Неужели в Англии не использовали коромыслы? Ну, конечно, когда-то использовали. Просто вот седину я тут отметил для себя вот здесь немножко. Есть, но все-таки мне не больше ста лет, и я не вырос с такими предметами, валяющимися в доме. Даже в наших старинных домах, где я вырос. Не было такого. Так что вот с чем привык, с чем вырос. Олег Чачулинский. Уильям, ваши чувства юмора превосходны. Спасибо, веселите. Спасибо, Олег. Уильям, можете посоветовать сериалы и фильмы наподобие Дживз и Вустер? Хорошо. Если вам понравились Дживз и Вустер, то я могу вас и дальше радовать. Есть огромный плат, огромный, как это называется? Скажем так, огромная коллекция британских телесериалов, фильмов и так далее, которые производились качественно, часто очень с каких-то литературных произведений, и стали очень популярными. Из них я могу вам рекомендовать. Например, Faulty Towers. Кто не смотрел, это от одного из создателей Монти Пайтона, Джон Клис. Это просто великолепно. Много раз голосовали за него, как наш любимый, национальный любимый сериал. Они делали, по-моему, только 12 эпизодов. Они очень хотели, чтобы он не как американские сериалы, которые бесконечные, чтобы он был конкретно, самый качественный материал, который они могли делать в одном или двух сезонах, и все. Так что смотрите, радуетесь, смеетесь. Дальше. Более современное есть The Vicar of Dibley. Все эти английские деревенские шармы, чуть более современные, с 97 по 2007 года где-то. И это про то, как женщины в 90-х в Англии церковь решили все-таки, поскольку мало очень были священников, они решили, что женщины могут пойти в священники. Это сериал про то, как одна из первых женщин священник появляется в деревне и как ей там живется. Это комедия. И действительно очень смешно. Один из писателей, по-моему, это наш любимый Ричард Кертис, который написал «Четыре свадьбы и похороны» и миллион-миллион других фильмов, которые вы наверняка смотрели. Что еще? «Father Ted». Если посмеяться над ирландцами, над ирландские стереотипы, то куда лучше, чем «Father Ted». Это про три тоже священника, кстати, которые живут на острове, и там просто все наши британские стереотипы про ирландцев воплощены прямо в реальности. Они тупые, они бухые, они наивные. Это просто прелест. Ирландцы смеются над этим тоже, это не обидно для них. Вот, так что смотрите. Там ирландские акценты есть, но не слишком там. Ну, не слишком сильно. Смотрите с субтитрами. Далее. Ах, великолепная работа с 90-го по 95-го года где-то есть «Keeping up appearances». Это сериал с женщиной, которая из нижней среднего класса, которая делает, пытается из себя делать, человек из среднего или высшего среднего класса. Самая первая и самая такая продолжительная шутка во всем этом, то, что фамилия мужа ей не устраивает. Фамилия мужа – «бакет». «Ведро». И она не может с этим смириться и настаивает на то, чтобы ей не называли «Mrs. Bucket», а «Mrs. Bouquet». Это очень претензиозно, можно ли так? Pretentious. И смешно, она отвечает на телефон не просто там «Да, здрасте, hello», что-нибудь такое, а «The Bouquet Residence». «Residence» – это, конечно, резиденция, это большое такое имение, а тут у нее, конечно, какой-то небольшой домик в пригороде. Отлично. «Keeping up appearances». Если вам понравились эти же ребята, можно их смотреть в «A bit of Fry and Laurie». Стивен Фрай, потому что Стивен Фрай, и Хью Лори – тоже актеры, их фамилии. И там они делают свое. Тоже комедия, не связан, конечно, с Дживзи Уостом, но этой же актеры. Очень любимая наша пара. Если связан с Дживзи Уостом, хотите, то есть еще и «Blandings» сериал. «Blandings» – это поместье, где много чего из Дживзи Уоста происходило. И последний из рекомендаций по этому поводу и, возможно, мой самый любимый из них всех – это «Blackadder» – «Черная гадюка». «Blackadder» – это Роан Аткинсон, наш мистер Бин, если знаете, и миллион тоже других ролей. Здесь история про такого человека около царя, скажем так, ну, около короля, то есть аристократ, но он то ли не, как это называется, нелегальный сын какого-то там, ну, в общем-то, из этих сомнительных членов семьи. И как он в других разных временах, эпохах выживает. И он такой полухитрый, полуумный, но тоже почти каждый раз, когда у него отличная идея, все просирается. И у него есть помощник, такой слуга, что ли, Болдрек, который просто является самый тупой, самый наивный человек на свете, получает весь гнев блокада и постоянно придумывает новые идиотские идеи, как им выкарабкаться из своих проблем. Это великолепно начинается там где-то в средневековье. Дальше есть королева Лизавета I. Не помню всей эпохи, но заканчивается в Первой мировой. Очень трогательный, трогательный конец, но просто отлично. И смешно, и хорошо сыграно, и очень остроумно. Вот. Сильно, сильно вам рекомендую. Владимир Панкратов. Дело давно минувших дней. Предмет из стороны глубокой. Глубок, глубокой, глубоко. Да. Ждем, когда появится рубрика Шекспира пляшет. Я тоже жду. Гарик 64. Все угадали точно. Гарик это было просто отлично. Что вы тут... Только приспособление для таскания плуга предназначено не для козлов, а для свиней. Вот что. В биту у нас в основном используются свиней. Остальное правильно. Но кого вы там отогнали от камер, хотелось бы узнать. Уже ответил. Случайно вы медведи или кого? Кстати, мне сказали, что там зимой ходят не медведи, а волки. Так что могло бы быть случайный волк летный, который потерялся. Спасибо вам огромное все за вопросы. Надеюсь ответил, надеюсь было полезно. Хорошего вам просмотра. Пишите еще комментарии, вопросы и продолжим с нашими questions and answers ну примерно каждые там полтора-два месяца. Вот. Спасибо. Все. До следующего раза.